Два перпендикулярных отрезка одной длины с общим концом, из каких точек они видны под равным углом? А, В равняется В, С, и при этом известно, что А, В перпендикулярно В, С. Вот, это данное. Одинаковое по длине перпендикулярные отрезки. Нас интересует множество таких точек М, что величина угла А, М, В равна величине угла В, М, С. Сразу скажу. Разумеется, если взять бисектрису, взять любую точку, то, конечно, вы будут равны просто по симметрии. А, М, В и Б, С будут одинаковые. Если здесь точку взять, то же самое. А, М, В и Б, С будут одинаковые. А вот еще такие точки есть. А как вы считаете? Что такое собратное? Нет, вот здесь все, вот эти все точки есть. Ну, кроме точки В, конечно, потому что на чем угол не определен. Ну, вот все точки этой прямой, кроме точки В, конечно, такие. Еще. Вот, покажите. Покажите, пожалуйста, провел так и что с обеих сторон. Если я переберу точку, этот угол такой, а этот угол острый. Не получается. На самом деле, вы в чем-то правы, только надо вот этот отрезок убрать. Если взять точку М вот здесь, то А, М, В и угол Б, М, С на самом деле будет один и тот же угол. Да, правы. Вот эти точки, такие два луча. А вот дальше начинается настоящая интересная часть задачи. А еще есть? Мы указали простые, вот, что я знаю. Вопрос. Есть ли еще точки? Да, они есть. В данном случае, это если идти в обратную сторону, то может быть, это на первую кругу. Куда идти в обратную сторону? Это точки, которые находятся с другой стороны, получается. Это вот эти точки. Ну, да, я их указал. Нет, всего-то вот эти точки, я, ксумеется, показал, да. Эти точки все годятся, и вот эти годятся, эти годятся. Вопрос, есть еще или нет? Точки, держащие на дуге, пределы А до Ц? На дуге чего? Окружности, центром которой является точка В. Неверно. Оказывается, надо дорисовать мысленно до квадрата, или другими словами рассмотреть полуокружность с диаметром А, Ц. Вот такое будет множество. Значит, биссектриса без точки В, луч, полуокружность, луч, ну, естественно, без точки А и Ц, иначе просто не существует. Впрочем, много лет назад она была придумана мной и Андреем Александровичем Егоровым. Был такой замечательный человек, Наталья Ильич, который называется «Журнал-2». Почти ничего мы с ним вместе не придумали, так уж получилось. То есть, там, наверное, сработало много, а вот так, что задача, как и смешно, пожалуй, это вот самая запомнившаяся задача, которую мы вместе с ним придумали. Если взять любую точку М, то только что доказанного достаточно для того, чтобы найти величину вот этого угла. Объясняю, почему. Ведь можно же нарисовать нашу окружность так, чтобы она была вокруг всего квадрата, правда? У нас же это, может, полуокружность нарисовать сюда. И получается настоящая окружность. И угол АМВ вписан. А вписанный угол, как мы только что доказали, если мы проводим диагональ квадрата, то это будет центр окружности. И вот это будет центральный угол. А вот это будет вписанный угол. И вписанный угол в два раза меньше центрального. Здесь 90, здесь 45. 45. А теперь внимание, давайте здесь соединим. Будет вот такой вписанный угол. И вот такой центральный. Здесь тоже 90 градусов. А значит, вписанный в два раза меньше. Значит, здесь тоже. Эти углы равны. Таким образом, вот вся эта рука действительно удовлетворяет нашему условию.